Всем привет! Это письмо от Анонима. Девушка попросила прочитать ее письмо, разобрать, дать просто свои какие-то рекомендации, как я вижу эту ситуацию, что ей условно делать, вообще как быть. Если вам нравятся подобные истории, на канале ставьте обязательно лайк, подписывайтесь, мы начинаем. Если вы хотите быть автором анонимным, пожалуйста, в инфобоксе под видео моя почта есть, присылайте туда ваше письмо на почту с пометкой «Тема письма, письмо от Анонима». Если вы хотите индивидуальную психологическую консультацию, тема письма «Консультация», а мы приступаем. Добрый день, Галина! Месяц назад подписалась на ваш канал. Очень интересный, много полезной информации и не только о Турции. Вы импонируете не только как психолог, но и просто как человек. На данный момент я нуждаюсь в вашей рекомендации и прошу сделать разбор на вашем канале, если можно. Пожалуйста, можно, приступаем. Моя история не о любви к себе, я это только сейчас поняла, когда начала это писать. Мне 33 года, я из Украины, у меня есть муж, если это можно так назвать. Мы не расписаны до сих пор, но есть дочка, 12 лет. Представляете, за 12 лет мне не поступало предложение о замужестве. Отношения с мужем, муж здесь всегда дальше будет у нас в кавычках, всегда были токсичные. У нас были споры, скандалы, непонимание, выяснение отношений и многоразные попытки договориться, найти пути решения. В общем, короче говоря, одни проблемы. Налаживание отношений, все это мы пытались, но было бесполезно. Муж мне всегда дает обещания, просит его не бросать, но каждый раз ведет себя, как будто у него нет семьи, нет никакого мужского внимания и чего-то подобного. Я это все вообще не получаю. Мы очень много раз расходились, затем сходились и так постоянно по кругу. Отношения в Украине у нас уже тогда сошли на нет. На данный момент мы проживаем в Европе по понятной причине, потому что началась война. В чужой стране все эти проблемы обострились и добавились еще новые. А отношения стали еще хуже. Столько нервов, столько слез. Ну и здоровье, конечно. Я потратила все это на вытеснение отношений и на налаживание многоточия. Муж ведет себя крайне безответственно. Ему плевать на все. Заработать больше он никогда не стремится. Сколько есть денег, столько и есть. Напрягаться больше не нужно. Внимания мужского никакого от слова совсем. Он ездит на работу, спит, ест и сидит в телефоне. Все наше общение. Когда нужно развеяться с друзьями, погулять ему где-то, он приходит ночью поздно, а может иногда даже и не прийти вообще. Денег на меня у него нет. Если мне что-то нужно, например, то я зарабатываю сама, покупаю себе сама. Например, на день рождения и на другие какие-либо праздники я не получаю элементарно словесного поздравления. Я уже не говорю о букетах цветов или каких-то подарках. По выходным он либо в спальне целый день спит, либо его просто нет дома. Семейной жизнью он абсолютно не интересуется. Если я предлагаю ему куда-то сходить, погулять, то для меня он вечно уставший, вечно нервный, недовольный, ничего не хочет и ничего ему не нужно. А если он и выходит, то как будто я его заставила недовольный, нервный. В общем, лучше его даже не трогать. Поэтому никакой радости от отношений я вообще не получаю от нашего совместного времяпрепровождения, потому что его просто нет. В общем, я не чувствую себя рядом с ним женщиной, а только мамкой и домработницей. Он любит, чтобы дома было чисто, приготовлено и чтобы ему служили в быту. И все на блюдечке, да с голубой каемочкой подавали. Но сам при этом абсолютно как мужчина не напрягается. Как отец, кстати, тоже пассивный, безучастный. Одни только обещания всегда. Я скажу, вы до этого раньше писали, что он боится, что вы его бросите. Он поэтому обещает и держит этим вас на крючке. Я очень много нервничала, плакала, пыталась сделать все, чтобы его изменить до того момента, пока он не стал мне просто противен. И мы просто начали жить как соседи. Я уже забила на него и начала жить просто своей жизнью. 12 лет я была ему верна, ждала изменений, верила в сказку, сидела дома, занималась ребенком, бытом, хозяйством, работала параллельно. А сейчас я бы и рада уйти от него. Но пока я не могу зарабатывать в Европе, достаточно, чтобы обеспечить себя, ребенка и комфортную квартиру для начала. Поэтому все еще я нахожусь в процессе налаживания, постепенно иду к этой цели. И по сути я хочу быть самостоятельной и отделиться. Честно говоря, я очень устала так жить и чего-то ждать. И впервые в жизни я обратила внимание на другого мужчину. Меня очень долго мучила совесть, что я общаюсь, проявляю симпатию к другому человеку, живя с мужем. Муж у нас здесь в кавычках указан. Но с другой стороны я подумала, ну почему я должна терпеть вот это вот все, неуважение к себе? Почему он может гулять ночами, не приходить, например, домой, жить собственной жизнью, свободно, а я не могу? Ну почему? Я вообще-то тоже хочу жить по своим желаниям, жить здесь и сейчас, в моменте, кайфовать. К слову скажу, что я перестала физически хотеть своего супруга, и он, видя это, просто обижается, но при этом ничего в ответ не делает, все равно никак не шевелится. Он всегда, все время ждет от меня чего-то, каких-то действий. В общем, я познакомилась с мужчиной в инстаграме. Он азербайджанец, ему 30 лет. Внешне он мне очень понравился, симпатичный, привлекательный. Я хотела просто человеческого общения, внимания, конечно, мужского, просто почувствовать себя женщиной. Мы встретились с ним через неделю после переписки, в тот момент, как раз когда мой муж, муж в кавычках, уехал в другой город по работе на неделю. Мы просто пообщались, погуляли, ничего больше. Мне было с ним весело, комфортно, интересно и просто приятно проводить вместе время. Он вел себя очень воспитанно, скромно, ничего лишнего не позволял себе при встрече, лапшу мне какую-то на уши не вешал, ничего, короче говоря, не обещал и за рамки никакие не выходил. Наше общение похоже просто на приятельское. На данный момент, если честно, я не вижу в нем особого интереса к своей персоне, каких-то серьезных намерений. Но честно скажу, что мне это и не важно, а мне просто приятно обращать к себе внимание здесь и сейчас. Вот и зачем он вам, собственно, и нужен. Внимание к моей персоне я добираю то, чего мне муж не дает. Мы не общаемся каждый день, общение не навязанное никакое, его очень много нет. Спрашивают просто обо мне, что, как дела. Если честно, я подумала, что он просто хочет провести приятное время в итоге. Но честно скажу, меня почему-то это даже не смутило, так как я тоже, получается, использую ее в закрытии своих потребностей. Логично. Я решила для себя, что если я захочу секса, значит, сдерживать я себя не буду. Хотя ранее для меня это было такое табу, вот просто переспать с кем-то без отношений, это просто кошмар и просто немыслимо. Но сейчас, вы не поверите, мне хочется делать то, что я хочу, от чего я получаю эмоции. Но вот проблема в том, что, мне кажется, я начинаю привязываться к этому мужчине. Хотя, по большому счету, он ничего такого для меня не сделал особенного. И никак себя по-особенному не располагал к себе. Конечно, я сдерживаю себя, не проявляюсь к нему сильно, не написываю ему, например, сама. Если он не пишет мне неделю, например, и мы не видимся, то я не предлагаю встречи, лишь чего-то подобного. Иногда я задумываюсь, а нужно ли мне вот это вот все. Ведь изначально это просто все приятно, радости, но потом будет боль, разочарование от отношений, без обязательств и так далее. Конечно, мне хочется уважения. Вот он ваш истинный запрос. А получается, что я снова жду, когда на меня обратят внимание. С виду я веду себя немножко холодно и недоступно, но в душе я жду. Ну, когда же он начнет располагать меня к себе, давать мне внимание какими-то действиями. Когда он впервые меня спросит, замужем ли я или что-то такое. Вот он меня однажды спросил, а я зачем-то ответила тогда, что живу одна с дочерью. А потом он спросил еще раз через какое-то время и сказал, что не любит ложь. И я тогда ему рассказала всю правду, все как есть. Конечно, это некрасивая ситуация. И, наверное, восточный мужчина не воспринимает всерьез девушку, которая изменяет своему мужу. Ну, как есть, так и есть. Еще раз повторюсь, что я не планировала ничего серьезного. И также я серьезных намерений от этого человека не жду. И не увидела даже каких-то желаний серьезных. Поэтому я и подумала, что это, видимо, не важно для него. Соответственно, и подумала, что могу солгать или сказать неправду. Мой запрос к вам. Как перестать выпрашивать любовь и внимание и не размениваться на несерьезных мужчин? И почему я так легко привязываюсь к мужчинам, которые оказывают мне хотя бы минимум своего внимания и заботы? Дайте, пожалуйста, рекомендации. Заранее спасибо. Заранее, пожалуйста, по рекомендациям. Сейчас поговорю про причину и затем, что нам делать. Причина. Я хочу отметить, у вас самоанализ хорошо развит. Вы многое понимаете о себе, анализируете. И многое уже сами написали очень структурированное письмо. Очень понятно все. Причина, мне кажется, вам и так ясна. Вы сами отвечаете на свои вопросы. Внимание мне дают. Любое. В мою сторону меня заметили как личность. Я существую. Мною, если меня чуть-чуть похвалили или сказали, что я красивая или мною восхитились. Навеки ваше. Растянуло объятия. Пожалуйста, забирайте. О чем это говорит? О недостаче внимания, естественно, любви, ласки и заботы. Вы сказали бы, ну у меня же были такие запросы, почему я тогда такого холодного, безразличного мужа выбрала? Потому что с ним было очень привычно и понятно, но вы себя обманывали первое время, что он не такой. И он как бы отчасти вас обманывал, да, прикидывался как немножко другим началем, что и не прикидывался даже об этом, но с информацией не было. Но с ним было привычно понятно, привычно холодно и понятно, как себя с ним вести. О чем это говорит? О неких проблемах в общении, скорее всего, с вашими родителями или с людьми, которые занимались вашим воспитанием в детстве. То есть с людьми, фигурами важными, которые должны были вам закрывать тревожность, нести вам любовь, вас любить, поднимать вашу самооценку, принимать вас и хвалить. Вот это все было на таком минимальном уровне и вам, у вас остался этот запрос, это вам всего не хватило. Скорее всего, если вы поанализируете и найдете фигуру, у которой проекция идет супруга, поэтому это может быть и мама, и папа, неважно. Вы увидите, что у кого-то очень сильно своим холодом, безразличием, безучастием, безответственностью ваш супруг вам напоминает кого-то из вашего ближнего круга, из вашего детства. Это будет зацепочка на кого проекция. Как перестать, скажем так, вестись на любое внимание и так далее, искать себе подстраховки и прочие варианты. Для начала взять ответственность за свою жизнь и начать принимать решения. Это будет первое вообще, что вы можете сделать. То есть вы с ним ничем не должны, не обязаны, вы себя удерживаете стереотипами, установками негативными, которыми вами манипулировали в детстве. Поэтому всю эту лямку 12 лет тянете. То есть просто поставить точку и закончить эти отношения для начала. Вот это уже вести себя не как жертва и не в поиске одобрения в любви, ласке, заботе и надежде на какие-то перемены. Первое действие такое. Возьмите на себя ответственность, скажите, это отстой, что происходит, мне не нравится, я так жить не хочу. Вы это хорошо написали в письме, только пришло время очертить свои личные границы, которые вы боитесь очачивать. Поэтому у вас чуть-чуть заниженная самооценка, не такая она там твердая, устойчивая. Скажите своему партнеру и завершите все это. Вы его и ломали, и уговаривали, и решали. Вы стали для него мамой, которая все тянет. А на самом деле вы бы к себе хотели маминого внимания, заботы, любви, ласки и понимания и поддержки. То есть все противоположное вы сейчас имеете от вашего изначального запроса. Все не так вообще. Но скажу, разочарую, возможно, вас, что ни один партнер, никто вокруг не должен и не обязан достраивать вашу самооценку, быть вашей опорой в плане том, чтобы быть вашим костылем, когда ты сам не можешь, а без опоры ты падаешь. Партнер вам может это давать на равных. Вот он вкладывается, и вы вкладываетесь. Мне кажется, на данный момент у вас запрос только забирать сейчас. То, что ваше участие с мужем в отношениях 12 лет вы пытались, старались, это не про любовь делить. Это про действия. Я говорю именно про чувства, когда, например, если ты любишь, что ты принимаешь человека таким, как есть. Вы бы пытались переделать. Тоже не про любовь, история. Вам бы наш курс лекторий в Телеграме, который был, 4 лекции видео по здоровым отношениям, вам надо там очень многое послушать, вы бы поняли, о чем я говорю. Если кто-то хочет подключиться, послушать эти видео, напишите мне на почту, я вам расскажу условия. Что про здоровые отношения? Когда у нас есть диалог, взаимообмен, поддержка и принятие партнера. Это базисы просто, на которых стоят нормальные здоровые отношения. Здоровые, то есть не причиняющие тебе боль. Без боли, страданий, когда ты чувствуешь себя плохим, виноватым или там абьюзером или еще кем-то. По рекомендации, как сейчас делать? Для начала я беру ответственность. Вот вы сказали, я пока себя не могу обеспечить. Вы так и не сможете. Пока вы этот узел, у вас нет нужды обеспечивать. Он, например, свои зарплаты оплачивает в квартиру. Вот все, что у вас сейчас крепы какие-то, якоря за него держат, за эти нездоровые отношения, это прослойка безопасности для вас, чтобы я ничего не меняла, не рисковала. И по своим желаниям, а это ваш истинный запрос сейчас, не жила, а мучилась, страдала, была жертвой. Может быть, даже где-то невротиком, скорее всего, и так далее. То есть вам сейчас помогут взять ответственность, поменять кардинально свою жизнь, сделать какие-то действия бесповоротные, когда обратной дороги пути нет. Если вы в это ввязываетесь, это оправдываете и ничего не меняете, значит, вы на самом деле менять ничего не хотите. Вообще, реально, невозможного ничего нет. Люди остаются в ситуации, да, в Европе, в чужой стране, без денег и так далее, по другим причинам, по каким-то другим экстренным ситуациям, ну, не то, что я с мужем разошлась, да. Ну, вы чего ждете? Когда бить начнет? Он не начнет, он такой тифяк, спокойный, он избегающий, он не начнет бить, агрессировать. Да эта история будет тягомотина от него еще 20 лет. Даже об этом говорить не стоит. Это вам двоим выгодно. Только вы стали понимать свои истинные желания, запросы, понять, что можно жить по-другому и опачки, что-то не так происходит, да. Я все-таки мучаюсь, страдаю, а не кайфую от своих отношений. Я хочу кайфовать. Вот, чтобы начать кайфовать, принимаем конкретные решения и действия мы заканчиваем эти отношения. Даже если нам страшно или у нас есть остановочки, какие-то такие стереотипы определенные, так нельзя, есть какие-то вот нормы поведения. Блин, чтобы начать действия, ищите более постоянную работу, изучайте лучше язык, не знаю, в какой вы стране, если у вас есть такая потребность, языка не хватает. Давайте делайте действия. Делайте действия по шагам к своей независимости от мужа, в кавычках которой, от вот этой ситуации. Вам даже разводиться не придется, у вас юридически ничего не скреплено. Красота вообще. То есть это очень легко сделать. Дело в голове и в ваших желаниях. Вот такие действия можете начать. Параллельно, что вы делаете? У вас очень прослеживается чувство вины, вы за него очень сильно оправдываете. Много предложений на эту тему было. Я скажу, ваше чувство вины приобретенное. Чувство вины вами им манипулировали. Оно выученное. И муж ваш тоже, отчасти манипулятор, этим пользуется. Не надо оправдываться за свои желания, за желание по-другому как-то общаться, любовь, отношения, там, все, что вы хотите. Просто в здоровых более-менее отношениях поставьте точку, совершите, что есть, и начинайте другое. Пока вы бегаете на сторону, ищите понимание, внимание, тра-та-та, вот этого всего. Пока вы гасите на стороне с другим человеком свои потребности, вы сохраняете свои отношения нездоровые, пролонгируете, еще дольше делаете вот эти страдания. Вопрос, зачем? У меня есть страх. Я либо боюсь взять ответственность, либо боюсь остаться одна в период какой-то, либо боюсь не справиться, это вопрос самооценки вылазит. Так что, если мы конкретно по действиям, самое полезное брать, начать ответственность, принимать действия, любые шаги, любые движения по вашему отделению от вашего супруга, вашей самостоятельности, к вашему заработку, вашей независимости. Минимальные шаги, можете продолжать общаться с этим парнем, ваше дело, вас никто за это там, кроме вас внутри за это, вас никто не оценивает. Честно скажу, людям вокруг всегда без разницы, кто с кем спит и что делает. Каждый занят собой, своей жизнью. Поэтому делайте то, что вы хотите, но более здорово, более целостно и честно для себя самой. Мы живем для себя, не для кого-то. Для наших детей до определенного возраста, потом все равно для себя. А вот более честно для себя, по-взрослому, поставить точку, скинуть этот баланс с себя, зажить свободно и начать нормальные отношения или хотя бы попытаться их завести. Я вас буду любить, уважать, вам не придется лгать, извиняться, чувство вины испытывать и так далее. Так что мои рекомендации вот такие. Не знаю, понравились они вам или нет. Я просто говорю то, что я вижу, слышу и чувствую. И вы заметите, эта история вообще не первая. Подобных историй на канале уже было несколько. Когда не тянет, не везет, но бросить я боюсь. Ребят, вас всегда останавливает страх. Поймите, вот если мы берем мировую прогрессию, историю, сто лет максимально нашей жизни, это так мало по размерам вселенной или истории нашей планеты. У вас отведен вот такой маленький участок. И из них вы готовы 30, 40, 50 лет тратить в издевательствах над собой, в мучениях, страданиях. У меня вопрос, зачем? Для кого вы это делаете? Это только ваша жизнь, живете вы для себя. И сами себя мучаете или продолжаете свое мучение. Вас окутывают страхи, которые вас останавливают от перемен вашей жизни. Но это опять ваши страхи, ваша жизнь, ваши перемены. Никого они вокруг не интересуют, к сожалению, и не касаются. Они интересуют только ваших близких родственников, ваших родителей, если у вас хорошие отношения и вами в семье действительно интересуются. Все. Больше вокруг никому, даже вашим друзьям на этого дела искреннего нет. У них потому что есть свое. И задайте себе вопрос для тех, кто вот боится. Это моя жизнь. Я живу для себя. Я умру, от меня, по сути, ну от нас ничего не остается. У кого-то, дай бог, память какая-то в истории, дай бог, позитивно, а не негативно. И все. И вопрос. То есть мы живем для процесса. А я сама себе его ухудшаю сейчас, мучаюсь. Зачем? Я, получается, сама себя за что-то наказываю? Я над собой издеваюсь? Да. Поэтому выбор только за вами. Продолжать делать это или остановить. Это ваши желания. Когда у вас щелкнет, торкнет, не знаю, до дна какого-то дойдете, будете отталкиваться и все как круче. Называйте это как хотите. Страхи ваши, жизнь ваша решать тоже только вам. Я больше скажу. Вот поговорка, высказывание, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Она мне с годами все понятнее и понятнее становится. Вот наш прогресс, выход из зоны комфорта и риски, это тот мотор, который нам позволяет развиваться. Выходить за свои безопасные зоны, смотреть в мир, пробовать. Не попробуйте, вы никогда не узнаете, могли вы это сделать или не можете. Нужен опыт. Шагаем смело в опыт. Пусть он даже негативный или приносящий какую-то боли, но это опыт. Вы хоть уроки какие-то вынести сможете. Пока вы сидите, страдаете в безопасной зоне, мучаетесь 12 лет с мужем, промучитесь еще 20, я вам скажу. Всегда всех кого-то винить будете, и он такой плохой, и я виновата, его терпела. Кому от этого хорошо? Результат-то какой? Результат только на ваших руках. Вы страдаете, мучаетесь. Поэтому, чем раньше вы приняете решение становиться взрослее, выходить из детской позиции, выходить из позиции жертвы где-то, тем будет вам быстрее счастье. Я настоятельно рекомендую взять свою жизнь, наконец-то, в свои руки. Никакого ничего не ждем, делаем то, что мы хотим, принимаем те действия, которые для меня будут хорошими, мне принесут результаты, я буду довольна. Вот у меня для вас вот такое окончание этой истории. Пишите комментарии, что вы думаете насчет моей речи, возможно, есть, возможно, комментарии, рекомендации анониму, как ей поступить в этой ситуации. Это будет очень интересно, я думаю, что полезная информация. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал в инфобоксе под видео, ссылка на мою почту, пишите туда анонимные истории, если хотите такого же ответа в видеоформате на канале. Или можете записаться на персональную консультацию ко мне психологическую. Спасибо за внимание, всем пока!